Блокирую тех, кто оскорбляет моих подписчиков. Сделаем, сдали кровь. На самом деле, лучше бы мы ее сдали самой последней. Заходим. Такая красота. Люблю прям антураж. Не хочу я ходить к подругам на процедуры. Кое делаем. Ясно, солнышко. Смотрите, ну тут более-менее, как бы, вот видите, как они отросли. Я, кстати, коробку от елки не убирала. Где муж? Сколько зарабатывает? Когда вы будете вместе? Сколько можно? Всем привет, мои хорошие. Начинаем новый влог. Я собираюсь, тут у меня вчера с картой что-то произошло и не читалось, и не форматировалось. И я ее сейчас подзарядила в итоге и попыталась еще раз отформатировать. И она сейчас отформатировалась. Вчера я ее пять раз пыталась отформатировать. Ни на компьютере, ни на камере. Она не хочет форматироваться. Я уже думала, надо новую покупать. Кстати, кто знает, сколько вообще срок службы SD-карты вот такой маленькой. Какой срок службы? Ну, у меня уже год она. Может быть, она уже как бы чахнет. Я вот уже подумала, что надо новую покупать. Денька купается сейчас. Мил, не лезь к Деньке. Мила лезет к Дене. Мы сейчас собираемся. У нас обследование. И я Деньку сейчас прямо перед выходом. Полтора часа у нас осталось. Сейчас, думаю, на полчасика. Потому что он все время хватает что-нибудь покушать. А ему три часа перед сдачей крови не нужно кушать. И надо мне как-то его отвлечь, чтобы он не хватал там печень, кусок что-нибудь такое. Вот. И я его засунула искупаться. Вот сейчас он ковыряется. Там я сейчас накрашусь. Вообще, хотела уже, знаете, начать влог, когда я буду красивая такая. Все. Ну, думаю, ладно. Должна же я пудра. Это же тоже свой шарм. Ну, ничего, что под глазами у меня тут припухшая немножко. Непонятная. Наношу праймер сейчас. Сейчас, короче, накрашусь. Приведу немного себя в порядок. Я уже подгадываю день, когда я буду стричься. Просто я заранее снимаю там некоторые видео и ну, как бы не хочу, чтобы, знаете, здесь я уже подстриглась, а там еще видео с длинными волосами. Поэтому подгадываю, в какой день мне лучше подстричься, чтобы все, уже новые видео пошли все с волосами короткими. Ну, не короткими, я вам говорила, да, что буду срезать потихонечку. И вот на горячей ножницы, потому что они прям как-то объем делают. Я надеюсь, что все так же продолжится, как и было. Покажу. В общем, сейчас я себя в порядок привяжу. В общем, сейчас я себя в порядок приведу и вернусь. Та-дам! Я в этот раз решила, кстати, даже консилер под глаза не красить. Просто намазала биби-кремом и ресницы. Ничего не буду мазать. Это если вдруг я буду сегодня снимать, то я докрашу. Вообще мы спешим. Я хотела вам показать, знаете, что... А, я-то, кстати, не помню. Чья это фирма? Фаберлик или нет? Почему-то я думала, что это Фаберлик. Написано Made in Korea. А, это Арифлейм. Во! Короче, не было у меня чем накрасить губы просто гигиеничкой. Ну, я, видимо, разбрасываю постоянно. То оно в сумке, то оно еще где-то. А мне срочно нужно было. У меня вот такая помада для увеличения. По-моему, для увеличения. Я ее не пользовалась, потому что она пощипывает. А в этот раз я что-то решила. У меня в последнее время очень сильно сушатся вот здесь вот, да, внутри особенно губы. И я такая думаю, ну ладно, дай намажу быстренько. Я намазываю ей. Начинают губы щипать. Ну, как бы, да, за счет этого там раздражается что-то. Я начинаю наблюдать. Во-первых, что я заметила? Да, они сначала пощипывают. Это неприятно. Я не люблю, если честно, когда пощипывают. Ну, вы знаете, да, как бывает пощипывают. Ерунда. Ну, просто я не люблю эти моменты, да. Она чуть-чуть пощипывает, начинает появляться цвет. Какой-то натуральный, насыщенный такой цвет губ. Мне это уже понравилось. Знаете, как будто их потерли так, как следует. И очень круто увлажняет. То есть, я пока ходила, я уже такая... Ну, даже... Ну, сейчас еще чуть-чуть время пройдет. Прям вот эти корочки все, которые были, они прям смягчились. Очень круто. Я думаю, блядь, что я ей не пользовалась раньше? Стоит и стоит. Ну, ничего. Сейчас она пощипет-пощипет. Вот эта краснота появится, а потом она уйдет. Короче, the one... Ну, просто она для, видимо, для объема губ вот такая вот. The one написано здесь. Lip. Lip CPI. Plum Pink. Lip Balm. Да, для увеличения губ. В общем, так, все. Больше ничего не буду красить. Девочки, когда я спешу, я могу... Я могу вот так вот, задом наперед, толстую кладеть. Да вот так вот ты, блин. Вот Денька уже начинает хватать все. Говорит, хочу это, это, это. Говорю, нет, нельзя. Все, надо срочно выходить из дома. Нормально я одела? Смотрите. Тритец. Кстати, видно вам или нет, что губы, вот они у меня прям сейчас все уже сходят по щипыванию. Это и прям, у меня такое ощущение, что они красные. Прям, знаете, как перцем их помазали немного. Ну, а что, мы сели, наконец-таки, в машину. Время. О, блин, уже вот прям надо. Вот тут, что я не могу выйти заранее, вовремя. Вроде рассчитываю даже заранее выходить. Все равно, блин, в попыхах, в попыхах, блин. Вот я человек не это... Не человек заранее. Я человек в попыхах. Человек опоздун. Так, мы вышли, на улице светит солнце, вообще очень круто. Все подтаяло, машину чистить не надо, это супер. Но сугробчики, мороз, да, и поэтому сугробчики вот эти, которые были, они такие замороженные немного. Но я надеюсь, я не буду нигде скользить, вилять. Как бы это находится клиника на нашем районе, нам недалеко ехать. Я думаю, мы, в принципе, успеем даже. Даже успеем раньше. Это я так наговариваю на себя. Вот, посмотрим. Я, кроме как, что у нас сейчас будет, невролог у нас будет, лор будет, да, и еще пять специалистов каких-то. Не знаю, даже хирург, наверное, будет. В общем, интересно. Поболтаю сейчас с каждым врачом и расскажу. Что-то расскажу, а что-то вот планирую отдельное видео снять. Кстати, даже, давайте, пока машинка греется, это, болталки в машине немножко устроим. Предыдущий влог у меня обрубился, закончился именно из-за карты. Я два раза записала одну и ту же информацию, короче, и не ушло. Ну, не записалась, точнее. Ладно, скажу здесь. Я читаю все ваши комментарии. Ну, не все ваши прям комментарии, кто меня смотрит. Я знаю, что есть люди, которые просто смотрят меня, любят. И, знаете, что бы ни происходило в моей жизни, они настолько меня любят и настолько мне импонируют, что даже если будут происходить какие-то странные вещи, которые возникают, много вопросов из-за которых, да, или, может, где-то какое-то несогласие, то человек, которому ты нравишься, он всегда найдет тебе внутри оправдание какое-то, да, и, ну, наверное, это вот, вот она сейчас злится, потому что вот так вот так, да, я ее понимаю, там, да, или, ну, да, там со всеми бывает, там, то-то-то, да. А есть люди, которые смотрят меня, и априори, что бы я ни делала, даже если я что-то хорошее делаю, они все равно меня будут хейтить и находить там, ну, в общем, сделала это, а не сделала вот это, да, вот сказала вот это, а не сделала это. Но суть в том, что я вижу все комментарии, все хорошие вижу, и, естественно, все негативные и плохие вижу. Единственное, что я их блочу сразу, потому что я не хочу, чтобы разводилась грязь. Я даже блокирую тех, кто оскорбляет моих подписчиков нормальных с адекватными комментариями, кто оскорбляет и как-то, вы знаете, грубо, может быть, высказывается. Я это тоже не люблю, и я тоже блочу, чтобы вы понимали. Кто-то говорит, вот такая вот мысль, да, хочу ее озвучить. Кто-то говорит, что если ты публичная личность, то ты должна привыкать ко всему, ты должна, значит, читать все эти хейтерские комментарии касаемо ребенка, не ребенка, неважно. Вот, в общем, ты должна это все читать, принимать, потому что ты публичная личность, ты выбрала эту профессию, ты теперь должна. И второй момент, если ты публичная личность и выносишь свою жизнь на показ, то ты должна выносить все на показ. Это не значит, что ты сказала про мужа и не рассказала все-все-все подноготную, которая там, где муж, сколько зарабатывает, тра-та-та-та, да, ну, то есть все моменты. Когда вы будете вместе, сколько можно, почему ты вот, ну, то есть, понимаете, да? И у меня такое складывается ощущение, что я вообще не понимаю, откуда эта иллюзия, честно говоря. Почему, если ты публичный человек, хотя я даже так себя считаю публичным, да, ну, я просто освещаю там части жизни своей, которые я хочу. Я имею право освещать только то, что я хочу, и я имею право не освещать то, что я не хочу. Это называется личное пространство вообще, в принципе, каждого человека индивидуально. Да, Зай? Да. Мне кажется, что некоторые люди, которые хотят просто очень много знать и лезут туда, куда им не нужно лезть, хотят информацию получать ту, которую я не хочу давать, да, касаемо моего мужа, касаемо ребенка. Касаемо ребенка я вообще в шоке от комментариев, потому что я показываю своего ребенка. У меня влоги выходят через день, и в моем влоге, не в каждом даже еще ребенок появляется, и если он появляется, он появляется буквально на несколько секунд. Я не понимаю, с чего делаются такие выводы о том, как он разговаривает, как он развивается, что он кушает. Я, конечно же, держусь спокойно. Иногда меня выбешивает, просто, знаете, выбешивает тот факт, что... Нет, ну это, наверное, провокация, да? Это просто провокация на то, чтобы я рассказала больше. Это люди, которые, ну, личного пространства вообще чувства вот этого нет, что человек имеет право, в принципе, имеет право говорить только то, что он хочет. И не имеете вы права лезть в его личное пространство, как и с любыми другими людьми. И неважно, они публичные или не публичные. Это не значит, что если я сказала про мужа, то я должна рассказать все. Это не значит, что если я говорю, что у меня есть бизнес, это я должна рассказать о нем все. Сколько я зарабатываю, чем я занимаюсь и так далее. По-моему, это нормально, логично и это жизненная такая ситуация. И вот часто в комментариях, да, я пишу. Ну, она же публичная личность, она же выставила, пусть хавает хейт. Я ничего не выставила такого, чтобы, например, выслушивать комментарии за своего ребенка вообще. Как он развивается и что. Ну, более того, я не собираюсь это слушать, поэтому я считаю, это норма блокировать таких людей. Это один момент. А второй, это вообще, ну, это просто, знаете, вот, как говорят, клевета, да, сейчас наказуема, за это статья. Круто. Может быть, можно еще с этого заработать, с этих людей. И если, ну, как бы, просто честно, ну, я все равно к этому, ко всему отношусь, знаете, немного с легкостью. Как кто-то пукает, понимаете, там, в этих комментариях, несерьезно. И вот, чтобы там заявления какие-то писать или еще что-то, это, наверное, ну, должен быть сделать конкретный человек, какое-то конкретное заявление. А вот то, что в комментариях происходит, это, конечно, бред. Но хочется напомнить всем, что сейчас за клевету идет, ну, как бы, статья, чтобы вы понимали. Поэтому, ну, как бы, те, кто хейтят и пишут просто какие-то свои домыслы, подумайте несколько раз. Как бы этот момент просто не вышел боком кому-то, да. Не от меня, так как кому-то другому. Я же не думаю, что только одной мне пишут. Помощка. Вот, и я думаю, что, знаете, была бы, наверное, воля всех этих комментаторов, которые хотят знать обо мне все, прям просто все, чтобы я вывернулась наизнанку, показала свои кишки, да. Все грязное белье вытащила, и грязное, и чистое, и вообще, и каждую мысль свою, и взгляд, понимаете, все-все-все, что едим, как в туалет ходим. Я думаю, что им нужна прям камера вот в моем доме круглосуточная, чтобы они наблюдали и сделали свою точную объективную оценку, субъективную точнее, да. Ну, им кажется, что объективную. Как это вот мы тут развиваемся и тра-ля-ля-ля-ля, да. Если бы я сделала в одной комнате камеру, я думаю, они бы потребовали камеры во всех комнатах, и в прихожей, и в туалете. А может, я в туалете делаю то, что просто вообще морально, понимаете. Короче, ну, серьезно, просто вот, знаешь, я бегаю, вот это вот, читаю комментарии, там, где-то расстраиваюсь, где-то плюю, там, да, там, ну, как бы, пофигу, да. Ну, в конце концов, вот так вот сяду я и задумаюсь, ну, что это за бред, ну, реально? Ну, что за бред? Бред, Зайзай, не говорите бред и не пишите бред, ну, просто. Это даже, это говорит о людях, о некоторых, у которых, вот, знаете, нетерпение, несдержанность какая-то. Я думаю, в жизни эти люди просто к своим друзьям лезут, дают свои советы, лезут, задают вопросы, которые их вообще не касаются, да, и их, наверное, вообще не смущает, если их близкий человек не хочет о чем-то говорить, да, не хочет что-то рассказывать, там, наверное, полезет, там, ну, ужасно, ужасно. Наверное, у таких людей даже нет друзей, поэтому они, в принципе, сидят в комментариях и провоцируют нормального человека, как я, понимаете, на какую-то ерунду. Ну, вот я высказалась, короче, хейтерам привет. Вот, все, мы поехали. Это что? Правильно. Это самолет. А это? А это бабочка. А это? А это самолет. Вот так все чистенько в нашей клинике, вот так вообще народу нет. Эти, все кабинеты свободные. Это мы сейчас прошли одну часть, сейчас другую часть. Мы первым делом сдали кровь, на самом деле, лучше бы мы ее сдали самой последней. А то у него теперь настороженность к каждому врачу ходить, он теперь настораживается. Такой так, что тут нужно делать еще. Пойдем. Смотрите, какой здесь классный туалет, мне он нравится, мы специально в него ходим. И Дынька сам в туалет сходил, ручки сам помыл. Не надо никуда становиться. Отдельно для взрослых, отдельно для детей. В общем, мы все уже сделали. Сейчас еще взяли направление на рентген. Вот, я и себе сделаю, и ему сделаю. У нас будет полный комплекс просто всего. А так все сделали, все хорошо. В общем, в ближайшие дни, там послезавтра, по-моему, уже будет готова вся карта со всеми-всеми документами для садика. Вот, смотрите, пока совсем никого нет. Вот так все аккуратненько, красивенько, дизайнерски. Дынька любит все время вот этими штучками, телевизоры, везде мультики, везде игрушки. Пойдем. Ну-ка, покажи пальчик. Где пальчик тебе? Что, кровь брали, да, у тебя? Я тебе печенье открыл. Давай, открою. Ой, угостилась Денькиным печенька. Печенька, Денькиным печенька. В общем, мои хорошие. Прошли мы все анализы, реально. Но получилось так, что сейчас что уже? Сейчас полшестого, да? А мы на 15.30 были записаны. То есть не часик даже получается, да? А, нет, пару часов у нас это все дело заняло. Ну, людей было немного, но были люди, которые тоже ходили. И там некоторую очередь мы ждали, может, одного человека. Но в клинике народу мало. Все так просторно, да, что очень комфортно. Ну, то есть вообще тепло и комфортно. Вот никаких денег не жалко, когда ты понимаешь, получаешь хороших специалистов. А я их знаю здесь, да? Мы попали, кстати, к своему лору. И вот раньше я ходила, я говорила вам, да? Вот последний раз, когда ходила к лору. У нас были немного увеличенные гланды. Но она говорит, что это нормально для маленьких. Бывает, что у них голова маленькая, да? Как бы вот все такое маленькое. И гланды, как бы, я так поняла, что они... Ну, как бы, они какие есть, так и есть. Они там не... Я уже забыла то, что я говорила. Но смысл в чем? Что она говорит, он подрастет, будет расти. И, как бы, все станет потом в норме. Вот такое. Только потому, что у него там, вот, как бы, сейчас все такое маленькое. Они вот такие вот увеличенные, как бы, это и все. Сейчас она посмотрела и говорит, ой, все нормально, говорит. У нас, я говорю, мы последний раз вот были, типа, у нас увеличенные гланды были. Она говорит, нет, сейчас все хорошо. Так оно нам и надо. Все развивается своим чередом. Вот. Ну, и, в принципе, все нормально. Зрение отличное. Зубки отлично. Все нормально. Сейчас хочу пойти еще сдать рентген. Вот. Себе рентген и ему рентген. Это уже для садика отдельно, чтобы был полный фарш. Как говорится, да, потому что рентген, по-моему, очень давно мы делали. В общем, все вообще замечательно, я вам так скажу, складывается. Ну, вот, послезавтра уже будет полное заключение, все анализы. Кстати, рентген мы тоже идем по направлению. Ну, на ребенка направление. Я без направления. Мы тоже идем в платное. Тут в нашей клинике нет рентгена, да, но есть в другой клинике. Я там тоже делаю всегда рентген. Вот. И мы вдвоем с Денькой туда пойдем. Там тоже все очень быстро, чистенько, сразу результаты тебе дают. Вот. И как-то предпочитаю. Тем более, знаете, когда иногда думаешь, блин, ну, дорого, да, там сейчас 2000 отдадим за этот рентген еще плюсом, да. Ну, как бы, а направление есть, мы, в принципе, можем пойти в свою. Но вот в этой вот государственной клинике, во-первых, по-моему, там запись на рентген какая-то большая. По-моему, результаты не сразу. Плюс очередь там хреново отсидеть надо. А здесь конкретно, вот я сейчас позвонила, она говорит, да, без проблем, приезжайте, записала нас, вот сейчас через часик уже мы сможем все это сдать. И вот без всяких очередей, и в клиниках всегда много народу. И вот я за то, чтобы было больше кислорода, меньше вот всяких контактов непонятных, да, больше пространства было. Вот, поэтому еду. Ну, в принципе, для садика это не обязательно, там, да, вот это рентген, все дела. Просто мы не сдавали, я решила сдать. Я давно не сдавала и Денька, поэтому так. Мой любимый, кстати, уголок, здесь Нью-Йорк кафе находится, по-моему, называется. Его только все время красиво вот этот угол делают. На Новый год он прям весь такой светящийся, как елка белая. Вот, здесь музыкальный театр. Здесь, кстати, поет преподаватель по вокалу, моя, это, в разных спектаклях участвует. Надо начать ходить на вокал снова. Так, что я хотела сказать, что мы ждем звонка, да, и... А, реквизиты, реквизиты еще Сбербанка нужно взять будет. Я так поняла, что если какие-то там перечисления, отчисления, я не знаю, типа, должны быть реквизиты Сбербанка, куда деньги в ней перечислять. Вот, ну, я так поняла, что если он там, там, может, по болезни не ходил, или просто пропустил, типа, да, я же буду платить деньги. Ну, я так поняла, да, я оплачиваю деньги, например, а если там вдруг что-то, пересчет, чтобы мне пересылали деньги на карту. Я надеюсь, я правильно поняла. Так я вообще не поняла. Сначала я не поняла, зачем нужны мои реквизиты карты. И именно Сбербанка еще попросили. Вот. Короче, я довольная сегодня. Мы молодцы. Но, вот, считай, целый день на это убили. Ну, в первой половине я там делала видео, монтировала, все обрабатывала, сделала несколько обложек сразу для видео. Вот. Так что все идет своим чередом, все потихонечку. Сегодня я довольна. Таня уж сегодня писала, звонила, сказала, что, может быть, в гости приедет сегодня или завтра. Вот. Надо подборочку фильмов сделать, каких-нибудь посмотреть. Кто назовет меня в кинотеатр, а я в кинотеатр. Сейчас с таким телевизором, как у меня. Чего в кинотеатр ходить? Я сама себе, блин, сериалы и фильмы смотрю кайфую. Знаете, что я решила? Кушать. Пока мы сейчас приедем домой, пока мы там то-сё, пока приготовлю. Думаю, зайду сейчас в кафе. Заходим. Такая красота. Люблю прям антураж такой, когда заходишь в заведение. Настроение сразу такое вечернее, романтичное. Приехали в Сицилию, а здесь детская не работает. Представляете, в горизонте работает, а здесь не работает. Что это такое? Кстати, в горизонте работают, по-моему, некоторые кафе. А в Меге не работают. Странно всё сделают. Короче, сейчас покушаем. Ещё пиццу заказали домой. И всё. Первый раз решила попробовать вот такой вот десертик, который здесь в Сицилии. Сейчас заценю. Если честно, суховатые. Варенье надо больше прям наливать, чтобы их прям в этом варенье как следует вот так вот обмусолить. Но здесь вот для красоты чисто варенье. Ну, прям сухие они. Так, ну что. Мы взяли вот такую большую пиццу. Половина три сыра. Ой, четыре сыра. А вторая половина это фирменная Сицилия. Ещё немного красоты вечерней. Ещё с Новым годом, видите. Интересно, до какого это времени будет. Весь январь точно, наверное, да? Наше колесо обозрения. Работает, кстати, крутится. Смотрите. Такой холод. Я думала, не работает карусель. Ой, короче, наелись так сильно очень. Я уже не стала вам показывать, что мы едим, потому что мы на диете. Ну, как бы мы на диете. Мы не на диете, вот. И я уже поняла, что лучше вас, наверное, не дразнить какими-то недиетическими, очень даже недиетическими продуктами, да? Ну, десерт просто новенький я вам показала. На случай, если кто-то любит там, да? Как бы просто отзыв свой. Денька не захотела, кстати, его даже пробовать. Ему не понравился, видимо, цвет и всё такое. Смотрите, как красивенько у нас. Короче, мы устали. Денька вообще устал, видимо, очень с этими докторами всеми. Очень эмоциональный день был у него. Он как пластилин ходит. Такой становится, облокачивается на меня такой и уже сползает по мне. Хочет спать, наверное. Хотя сейчас придём домой, куда спать. И не уложишь, блин. Но если ляжет спать, то хорошо. Фух, девочки, мы дома. Что-то я сама вымоталась так. Я представляю, как Денька вымотался. А ещё для него уже это определённый стресс. Ему взяли кровь, кстати, да? Совет на будущее. Кто будет вот так тоже делать кровь, надо в последнюю очередь брать. Вот самое, самое то, что ему не понравилось. Он не понял, такой, блин, проткнули, да? Вот это вот. И ещё давят же, понимаешь? Там в одну, там два анализа каких-то надо было брать. В одну она чуть-чуть бирочку крови и в другую. Но вообще, на самом деле, вот кровь из пальца – одно из самых болючих. Вот мне кажется, из вены не так больно брать кровь, чем из пальца. Этот комарик, он так кусается, как будто пол пальца тебе отрубасил. Завтра день. Завтра, кстати, такой день свободный. Нет никаких записей, ничего. В общем, сегодня даже планы не хочу никакие строить на завтра. Посмотрим, что будет завтра. Ещё у меня ногти уже обколупались. Тут я их, кстати, красила на день рождения Тани. И я их накрасила перед самым выходом. В общем, пока до неё дошла, они уже у меня покоцались. Короче, они такие полутравмированные. И один пальчик у меня сломался, ещё один ноготочек. Вот. И я не знаю, обрезать, не обрезать. Может, чутка пообрезать. Классно, конечно, когда длинные, но мне с длинными ногтями неудобно. И ещё очень часто спрашивают в комментариях. Я читаю, будет вот такая у нас обратная связь, да, в комментариях. Я читаю, что почему, Селена, ты не делаешь ногти гель-лаком? Я уже говорила на самом деле, но я повторюсь, потому что это не один человек написал, а много кто и пишут, там лайкают и так далее. В принципе, я не делаю, потому что я не люблю тратить время именно на маникюры, педикюры, когда в волосах что-то делают, с ногтями что-то делают. Честно, я не люблю на это тратить время, и мне это не нравится. Мне не приносит удовольствия сидеть. Я люблю ходить в салоны, да, но я люблю на приятные процедуры ходить. Для меня делание ногтей – неприятная процедура. Я всегда сижу в напряжении. Три часа буду делать, три часа буду в напряжении. Пока мне пластину эту пили, да, когда мне обрезают, всё. Я каждый раз в напряжении, потому что опыт как бы такой, что тебя нет-нет, укусят. Ну, как близко расположены сосуды, да, там, задумалась что-нибудь мастера. Ну, короче, я всегда вот так вот контролю всё. И нифига для меня это не расслабуха. Поэтому я ходила одно время как-то, напрягалась, каждый раз напрягалась, ходила. Ну, просто классно было, что всё время там ноготочки, да, и они как-то делали так крепко, что я реально месяц там ходила с ними, да. Потом перестала ходить, ногти, ну, как бы отдохнули, чтобы. И чтобы заново ходить опять к мастеру, нужно, знаете, как в колею попасть. Не в колею, а в колею. Сама говорю слово, сама смеюсь. Ну, как бы попала ты к одному мастеру, и как бы вот тебе удобно, где он находится, как он делает, и вроде тебе и приятно, хотя я всегда в напряжении, да. В общем, ну, меня очень сложно начать затащить обратно к какому-то мастеру. И также спрашивают у меня, а, почему дома не делаю, да, потому что дома это тоже, на самом деле, лаком покрасить это быстрее. Но свои есть тут, короче, приколы. Короче, лень мне, мне лаком проще, раз-раз намазала, и все. Хотя я думаю, что надо делать гель-лак тоже дома. Гель-лак могу дома делать, мне комфортно. Я сама себе нормально делаю, просто на это чуть-чуть надо времени. Если вдруг что-то откололось, то я понимаю, что это не просто стер вот так ваточкой все, а это все-таки там сел, заморочился, попилил опять, все. Ну, в принципе, можно. Просто мои не так долго держатся, когда я сама себе делаю. Видимо, я что-то не доделываю там, они у меня не так долго держатся. Они могут у меня неделю держаться, да, там полторы недели. Ну, не месяц, как вот мне делать в салоне. Они как-то крепко-накрепко там делают. И другой вопрос, почему я не делаю ногти у Тани. Во-первых, я не хочу встречаться с подругой для того, чтобы мы занимались вот каким-то не особо моим любимым делом. Это раз. Я люблю с подругами расслабляться, понимаете, а не приходить на сеанс. Второй момент. Кто бы мне не делал ногти, я буду напрягаться. И я не хочу, чтобы это делал мой близкий человек, да, как бы, ну, как бы, не знаю, мне не очень комфортно ходить к моему какому-то близкому человеку на ногти, на ту процедуру, которая мне не нравится. Ну, как бы, одно дело, когда ты приходишь в салон, у тебя определенные претензии, ты говоришь, тут так это, тут так тут, а другое дело, ну, не хочу я ходить к подругам на процедуры какие-то. Вот прям. Я хочу с подругами встречаться, отдыхать, смотреть киношки, болтать, но не пилить ногти. Вот точно. Тратить на это время не хочу. И еще спрашивают у меня момент такой, что по ТЦ, значит, ты ходить время не тратишь, да, а вот ногти в салоне время ты ходишь, тратишь. Много таких комментариев тоже было. Отвечаю. В ТЦ я люблю ходить. Я люблю ходить. Я в ТЦ не трачу время. Я в ТЦ наслаждаюсь. Я, если вдруг поработала, знаете, так очень-очень сильно, или там, мам, чем занять себя? Это сходить в СПА, это пошататься по магазинам, именно по торговому центру, понимаете, где куча развлечений, где ты можешь сесть поесть, потом ты можешь пойти погулять в один магазин, другой магазин, в третий, рядом там еще что-то, да, выйти на улицу, там, ну, как бы, торговый центр – это не просто, это не просто магазины, да даже если это и просто бы магазины были одни, я просто люблю зайти в магазин, посмотреть, какая распродажа, может, что-то померить, посмотреть на людей. Я отдыхаю в этот момент. Вот, поэтому это несравнимо, это несравнимо с ногтями. А ногти, знаете, это какая-то необходимость, где ты должен поехать, да, кто-то спрашивает еще возле дома, там нет у вас салонов. Ну, вот я, если нахожу какого-то мастера, мой мастер находится в центре, да, там вот мне нравилось местечко, да, я в центр ездила постоянно, там все мастера были классные, я прям к любому могла смело записываться, они все делали хорошо, нравилось мне. Но я все равно напрягалась, как бы, это не… Я буду всегда напрягаться, какой бы мастер ни был, это вот не доверюсь. Не доверюсь вот так, чтобы, знаете, заснуть и не контролировать, все равно сижу в напряжении. Это не такая необходимость для меня, чтобы я тратила сейчас время на поиски моего мастера, при этом нужно несколько мастеров попеременять, потому что, ну, как бы, претензии, понимаете, у меня там разные, я люблю такого-такого мастера. Пока я его найду, извините, я там схожу один раз, второй раз, да я плюну уже и скажу, блин, лаком буду красить. Ну, такая моя позиция. Крошки мои открыла сейчас комментарии под предпоследним влогом по поводу спортзала, что я в прошлом видео, да, там уже второе видео, да, хейтю свой спортзал, в который мы как бы ходим, ходим, точнее, один раз сходили с Денькой, один раз сходила я сама. И мне говорят, что мучиться, аннулируя абонементом и так далее. Ну, я же в предыдущем видео сказала, что я написала претензию, да, то есть я все-таки хотела бы, чтобы этот момент решили, тем более раздевалка с душевой там уже была, ее просто закрыли, так сказала мне одна из мам. Вот, и я бы хотела встретиться с руководством для того, чтобы они решили этот момент, потому что в моих интересах, честно говоря, остаться в этом клубе, он мне территориально удобен, он мне удобен, он мне нравится. И я не просто, знаете, там купила абонемент, мне что-то не понравилось, фи такая и развернулась, и это будет мне неприятно и некомфортно, я не хочу аннулировать этот абонемент, я хочу туда ходить вместе с ребенком, но я хочу, чтобы было комфортно. И мне кажется, что это можно как-то решить, это не такая какая-то проблема. У меня не так, чтобы, ну да, там есть и то, и то, и то, но с этим, с этим, с этим, я могу смириться с какими-то минусами, моментами. Главное, чтобы решили какие-то более глобальные моменты, да. Вот, и я оставила номер телефона, я жду звонка, мне еще не звонили. Я в следующий раз пойду, я напомню еще раз о себе. Если, конечно же, в ближайшее время со мной не свяжется никто, тогда я уже буду говорить о возврате абонемента. Но я даю людям время, что, что, что такого, а я снимаю влоги, а я делюсь тем, чем хочу делиться с вами. Вот, поэтому вот так. О чем у меня в голове, о том вам и делюсь. Вот, спортзал, и я в надежде, что решат мой вопрос, и все будет замечательно. И мне не придется искать где-то в другом месте, дальше от своего дома, фитнес-клуб. Ну, если придется, то буду... Я просто не знаю еще, какие фитнес-клубы, и это тоже надо потратить время, заехать туда везде, посмотреть, что как, маршруты все проработать. Кстати, одна из мам сказала, говорит, я тоже напишу. Да, я думаю, не всех все устраивает, просто немного таких людей, которые будут там что-то писать и жаловаться. Вот. Сейчас немного будет рубрика, ответы на ваши комментарии, да. Спрашивает у меня здесь девушка, расскажи, пожалуйста, про эллипс, есть ли смысл ходить только на нем. Я, кстати, спросила в фитнес-клубе, я говорю, он что-нибудь качает, он сказал, нет, что эллипс это чисто кардио, это... И тренер, который показал мне, как работает эллипс, он сказал, что от него ничего особо не качается, что он больше как кардио разогрев, это перед тренировкой там 5-7 минут, да. А если для похудения, видимо, вот он там как-то сбрасывается, это после тренировки минут 20-25. Вот. Одного его, ну, наверное, я думаю, маловато, и на нем очень долго, наверное, надо будет ходить. Нужно в комплексе, я думаю, с чем-то. Вот все, что я знаю об эллипсе. Всем доброе утро, мои хорошие. Утро у нас начинается с кофе и с кашки. Делала себе и Денни овсяночку на молоке. Чуть-чуть посолила, чуть-чуть посахарила. Вот такое делаем. Ясно солнышко. Хлопья среднего размера, 5 минут, варятся на медленном огне в молоке или в воде. Планирую сегодня елку разобрать. Я еще такая немножко вся разбитая, помятая. Сегодня, наверное, никуда из дома выходить не будем. Надо вот это вот все сделать. На улице снег там пока метет. Вот. А завтра уже мы должны будем поехать за анализами. Ну и завтра, я думаю, куда-нибудь мы пойдем. В спортзал или куда. Так, ну что, занялась своими ногтями. Смотрите, ну тут более-менее, как будто видите, как они отросли. А на второй руке у меня обломался один. Жалко, конечно. Я люблю длинные ногти. Но с ними, во-первых, неудобно. Во-вторых, как бы, если один ломается, то да. Сейчас под корень все подстригу. Маникюрчик. Ну сейчас я покрою просто прозрачным. И мы с Денькой будем убирать елочку. Так, ну что. Вот ноготочки покрыла, их обрезала. Вот так получается. Уже привела себя чуть-чуть в порядок. И что мы с вами будем делать? Разбирать, да, нашу елочку. День, ты будешь помогать маме елку разбирать? Давай. 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 День, ты будешь помогать. Давай вот еще, держи. На. Спасибо. Вот сюда ложи, в эту кучу все. Мама сейчас все уберет. Так, мы разобрали елку нашу. Осталось ее сложить в коробку. Держи. Вот здесь вот. Все это лишнее убрать уже. Надоело мамуле все это. Так, еще мишуру надо снять отсюда. Звездочки снять отсюда. Ух, свобода попугай. Мне это все изрядно надоело. Я, кстати, коробку от елки не убирала. Я ее сюда засунула. И здесь еще место есть. Мне кажется, вся мишура сюда залезет. Все, парка, ты все туда положил? Я покажу. Держи вот так. Держи. Отличненько. Отличненько. Ну что, мы собрали вот такие две коробочки. В основном все поместилось. Елка, мишура и все такое. Сейчас мы это уберем куда подальше. Здесь я буду... Блин, а я же не купила еще. Еще надо купить земли. Или я купила землю? Забыла. Короче, надо высадить уже цветы мои. И вот здесь будет... Вот там цветочек, а вот там будет цветочек. Ударился? Дэнька мне помогал. Молодец. И Милка тоже тут ходила. Решила снять снежинки, девочки. Пока снимала их, представляете, поранила себе это. Ну, отдирать их неудобно. Особенно, если есть пространство. Вот так наклеено, да? Если есть пространство. Раз зацепил и снял. Ой, если есть пространство вот так вот, да? Раз зацепил и снял. А если нет, то нужно ногтем поддевать. Либо чем-нибудь. Я ногтем поддевала, видите? У меня здесь вот раны. Здесь вот ногти содрались. Вот здесь тоже чуть-чуть запеченные. И еще вот этих пластиковых, фикс-прайсовских, смотрите. Остаются вот такие вот еще. Ну, они легко снимаются, да? Но остаются. И потом клейки нету. То есть, такая одноразовая тема. Но вообще вот эта клейка отрепляется вот от этого пластика снежинки. И просто снежинки пластиковые остаются. Их потом можно как бы, они целые, да? Наклеить на что-то другое. Ну, я все выбрасываю. Вот чуть-чуть клей остался в одном месте. А так я все сняла. Ну что, теперь мы пылесосим. Моем полы. И наслаждаемся чистотой. Ну что, мои хорошие, вот такая красота у нас получилась с дынечкой. Вот здесь у меня, значит, цветок. Я вообще думаю, вот этот Бенджамин, он совсем уже чахнет и чахнет. И как-то он некрасиво здесь смотрится. Точно его надо куда-нибудь убрать, если его продолжать растить в другое место, да? Так, здесь у меня Мила сожрала цветок половину. Но он держится неплохо, в принципе. А здесь я планирую посадить. У меня еще один есть цветок, который пересадить надо. Но нужно купить землю. И вот оно примерно так будет стоять. По-моему, гармонирует все хорошо. Ничего пока не собираюсь ничего здесь делать. А время покажет. Я же еще хочу купить вот этот. А, здесь же будет колонка стоять. Вот этот. Забыла, как называется. Забыла. Так, прибиралась я тут прибиралась. Смотрите, что еще нашла. Оказывается, я купила. Вот что я купила. Грунт. Так что сейчас я его открою и пересыплю сюда. А еще я купила вот такой спрей натуральный от насекомых. Ну, просто сверху пшикаешь, да? Я же говорила вам, мошки у меня. Но, кстати, они уже подысчезли. Но я его просто купила, когда они еще были. Положила в пакет и забыла. Видите, как бывает у меня. Так, ну что, смотрите. Сюда я пересадила... Не помню, как называется. Я забыла... Ну, такие названия просто... Такие названия сложные у всех растений, да, почти. Поэтому я их не запоминаю. Брызгаю сюда нашей отравой для насекомых. Вот. Значит, здесь можно посадить еще с двух сторон такой. То есть я думаю, что вот хорошо. А здесь я посадила вот кого. Это тоже мне дала Танина мама. Мне очень нравится это растение. Оно у меня до этого корни пускало. Там вот сейчас я его посадила. Наконец-таки этот горшок для него был. Вот хочу, чтобы выросло красивое дерево, высокое такое. Нравится мне очень цветок. Тоже не помню, как называется. Заказала джинсики себе. Размер М-ка. А они на меня большие. Ну, прям конкретный размер больше. Сейчас их стираю на 90 градусов. Я что? Нет, блин. Да ёперный! Да что ж ты, стой. Что там? Все. На 90 градусов их стираю, чтобы они сели. Потому что они мне нравятся. Если они не сядут, придется их отдать, а себе заказать новые. Ну что, мои хорошие. Как вы поняли, я сегодня герой. Ой, я сегодня столько всего сделала. Самое главное, я убрала ёлку. Я наконец-таки сняла и прибралась в детской. Я убрала всё везде. Попылесосила, помыла полы, повытирала пыль везде. Сняла вот эти вот все штуки. Поранилась даже. И сейчас буду монтировать вам видос. Завтра нам должны позвонить и подготовить нам карту в садик. Подготовить нам карту в садик. И что потом? Завтра, я думаю, выйти из дома. Что-то всё-таки нужно делать с абонементом. Там Таня сходила в этот клуб, в который я хожу. И она была крайне недовольна. Она ещё так эмоционально рассказывает все эти моменты. Я говорю, а ты моё видео не смотрела? Я ровно то же самое там и говорила. И она тоже жаловалась на парилку, на душ. Начала смотреть другие клубы. Есть у меня желание сходить на пробное посещение в один клуб. Но они уже подальше находятся от моего дома, конечно. Но Таня говорит, что там намного уютнее и там тепло. Нет перепадов напряжения и комфортная сауна там. И детская там тоже есть. В общем, хочу узнать. Потом посмотрим, как будет складываться дальнейшее решение сдачи абонементов наших. Вот. Ну, а сейчас я пошла монтировать. И с вами увидимся завтра. Всем прекрасного убирания ёлки. Напишите в комментариях, кстати, кого вдохновило моё видео на то, чтобы убрать ёлку. Кто уже давно убрал ёлку. И кто думает, да пусть стоит до февраля. Субтитры сделал... Субтитры сделал DimaTorzok